Но сегодня я собираюсь говорить не об арабах. И еще и из Рамбама. Второзаконие 17.15. Обычно переводится так. Вы непременно поставите над собой царя. Это не совсем верно. Из своих братьев, из евреев вы назначите царя. Вы не можете назначить чужеземца, не еврея. В этом Рамбам основывается на Талмуде. Он задает вопрос, что значит слово «непременно». Это не просто ради поэзии. В Торе нет ничего лишнего. В Талмуде сказано «любая власть, которую вы назначите, должна быть только из евреев». И Рамбам говорит. Это относится не только к царю, но к любой власти в Израиле. Даже к муниципальному клерку из администрации Тедди Колика. Даже если его задача – выдавать воду для полевых работ. Даже он должен быть евреем. Рамбам говорит. Очевидно, что нет нужды говорить о судье или члене правящих кругов. Это вовсе не демократичная модель. Потому что это и не демократия, это Тора. Если нам это не нравится, у нас есть выбор. Выбирайте демократию. Но никогда не искажайте Тору. И не говорите, что Тора учит чему-то, чему она не учит. Будьте мужчиной. Имейте смелость сказать. «Я голосую за демократию и против Торы». Скажите об этом, и я буду вас уважать. Но не искажайте Тору. Вы можете делать выбор, потому что Бог наделил вас возможностью выбирать. Вы можете выбрать жизнь или смерть. Вы можете выбрать Тору. Вы можете выбрать добро или зло. Но вы не можете называть добро злом и зло добром. У вас нет на это ни права, ни возможности. И китсу.